Администрация Перми планирует внести в Гордуму законопроект об отмене единого налога на вмененный доход. Многие территории вопрос еще обсуждают. Из 39 показателей ФАС по развитию конкуренции в Прикаме выполнены 33. Ситуацию обсудили замруководители федерального ведомства. В Прикаме объявили аукционы на поставку машин для скорой помощи. Сумма всех контрактов почти 700 миллионов рублей. Новости Прикаме на РБК. Я Рустам Багизов. Здравствуйте. Администрация Перми планирует этим летом внести в Городскую Думу законопроект об отмене единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Горадминистрация и изданию «Коммерсант» намерение уже подтвердили. Предполагается, что налог будет отменен уже с 1 января следующего года. Причем издание пишет, что консультации с депутатами Гордумы начались еще на прошлой неделе. На следующей, по этой же теме, состоится круглый стол. Сейчас поступления от ЕНВД в городской бюджет составляют более 400 миллионов рублей. В случае отказа от налога досрочно компенсация из краевого бюджета будет выплачена в двукратном размере, сообщает бизнес-класс. На федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Однако краевые власти заявляли неоднократно, что решили стимулировать пермские муниципалитеты досрочно отказаться от налога. Развитие конкуренции в Пермском крае обсудили на совещании при участии замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Радчика Петросяна. К слову, абсолютное большинство показателей при Каме выполнило на 100%. Все подробности в следующем сюжете. Из 39 ключевых показателей развития конкуренции, 15 Пермский край выполнил на 100% на рынках сжиженного газа и электроэнергии, в предоставлении услуг по перевозкам такси, авторемонту и другие. Такие данные озвучил замминистра экономразвития региона Ренат Бекишев на совещании с руководством Федеральной антимонопольной службы России. Высокий результат региона ФАС отметила и в сфере общественного транспорта. Речь идет о новой модели обслуживания и едином стандарте качества. Не может быть автобуса, допустим, не низкопольного или не может быть автобуса без кондиционера. И не может быть такого, что если где-то на каком-то маршруте мало пассажиров, автобус перестает ходить, потому что ему это невыгодно. Он в любом случае ходит с заданным интервалом, с заданным стандартом качества и обеспечивает качество услуги не меньше, чем та, которая задана. Это такое практическое последствие тех проконкурентных реформ, которые проводятся. По словам Рачика Петросяна, есть успехи в урегулировании нестационарной торговли и борьбе с нелегальной наружной рекламой. Впрочем, есть куда стремиться. По шести показателям регион планирует достичь цели только к 2022 году. В этом списке детский отдых, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация сельхозпродукции и услуги связи отдельно отметили сферу образования. Потому что доля все-таки бюджетных организаций там больше присутствует. И к 2022 году у нас получается по годам этот показатель будет выполнен. То есть по стандарту конкуренции 5% доля частного бизнеса должна составлять. Несмотря на высокие декларируемые результаты, сам бизнес оценивает конкурентную среду в регионе не так позитивно. В частности, в строительной сфере. Как отметила генеральный директор группы компаний Кама Групп Анна Харитонова, проблемные точки в отрасли есть. Например, в госзакупках. По словам эксперта, со стороны заказчика необходимо повышать качество разработки тех заданий на строительство и проектирование и подготовки самих земельных участков. Для того, чтобы бизнес, который выиграл государственный контракт, заходил и начинал выполнять непосредственно свою работу согласно контракту. А не боролся с определенными барьерами, преградами по усовершенствованию технического задания или невозможности строительства на этом участке определенного объекта вообще. Надо понимать, что качественный бизнес уже не очень и хочет идти на госзакупки, просто потому что мы уже очень сильно обожглись. Что в итоге, конечно же, влияет на конкурентную среду. И в первую очередь речь идет о малом и среднем бизнесе, подчеркивает Анна Харитонова. Хотя в целом первые позитивные шаги уже сделаны, добавляет эксперт. Чего не скажешь, к примеру, об охранном бизнесе, отмечает председатель Координационного центра руководителей профильных структур при Каме Андрей Казеев. Цена на услуги падает до критической точки, а законодательство позитивным изменениям не способствует. Речь традиционно о 44-м ФЗ. 40% в выборе контрагента, исполнителя контракта, 40% это качество. Туда зашиваются все показатели, какие только возможно. Но 60% это цена. И чтобы мы не зашивали в качество, вопрос решен снижением цены. На сегодня я лично знаю в Перми десятки объектов, которые выигрывают, выигрываются охранными, псевдоохранными предприятиями, но там вообще ничего не охраняется. То есть фирмы «Однодневки» процветают, отмечает Андрей Казеев, а качественный крупный бизнес, который проходит множество проверок, теряет рентабельность. В Прикаме объявили аукционы на поставку машин для скорой помощи почти на 700 миллионов рублей. На закупку комплекса услуг по предоставлению автомобилей класса «Б» и «Ц» и их обеспечении объявлено 10 аукционов. Цены лотов колеблются в промежутке от 6 до 90 миллионов рублей. Объявление разместило Краевое министерство по закупкам. Контракты рассчитаны с 2019 по 2021 год. К примеру, для центральной подстанции на два года планируют обеспечить аренду 48 автомобилей. Для «Мотовилихи» 42 машины, для Индустриального и Свердловского районов. На этом все. В доступе всегда есть телефон, редакция и наш электронный ящик. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова